Центр города в новом формате. На днях общественности был представлен откорректированный проект застройки территории вдоль проспекта Сюмбике от Хасана Туфана до Вахитова. Планируется, что эта площадь вскоре будет разделена на несколько зон – деловую, жилую и культурно-развлекательную. Тем самым общегородской центр, 19-й микрорайон, должен стать новой достопримечательностью. Однако некоторых челнинцев такие перспективы не радуют. Подробности далее. Пешеходная улица, как в европейских городах, протянется по всему 19-му микрорайону. Вокруг несколько строений культурно-развлекательного назначения. Например, концертный зал на 3000 мест. Деловая зона плюс жилая на 11 тысяч проживающих. Так, по заказу муниципалитета, откорректировали проект 2007 года. Новая версия вызвала на публичных слушаниях массу вопросов. Это на 11 тысяч человек. Значит, ориентировочно, как минимум, 3000 детей. Куда предполагаем мы их дети? Детские сады, школы, учитывая то, что в соседних комплексах все переполнено. Изначально данная территория, она общегородского значения, и детских садов и школ на ней не предусматривалось. Мы здесь только можем разместить детские сады домашнего типа и платные детские комплексы. Кстати, один из участков этой территории еще в начале 2000-х был получен Гасаном Мамедовым в бессрочное пользование. На этих трех гектарах предприниматель хотел разместить торгово-развлекательный комплекс, но... Нам не давали реальной возможности осваивать земельный участок. Объясняли то, что нету по плану центра города, там будет жилая застройка. Надо сделать проект корректировки, а потом только сможете осваивать. Поэтому мы обратились в арбитражный суд, а суд обязал их. Существует, что они не исполняют судебное. Корректировка плана застройки должна была принять во внимание это решение суда. И проектировщики утверждают, что свою работу проделали именно с учетом этого документа. В итоге спор так и остался нерешенным. Ввиду того, что исполком не исполнял судебный акт, было возбуждено два уголовного дела. По факту воспрепятствия принимательской деятельности и по факту неисполнения судебного акта. То есть 315 уголовного кодекса статья. До сегодняшнего времени не исполнили ни судебный акт. Дело еще до сих пор не разрешено в рамках уголовного дела. Еще одним яблоком раздора могут стать гаражные кооперативы, расположенные в 19 микрорайоне. Предложенный проект не предусматривает их существование. А это значит, что в будущем их могут снести. Это стало поводом для недовольства собственников этих помещений. Жалко, конечно, терять собственный гараж рядом с домом. У нас тут, мы же живем все рядом. Гаражи были, ну удобно было. У нас семейный бизнес, работаем в этом шиномонтаже с 2000 года. Очень много клиентов у нас своих стабильных, постоянных. И пути подъезда удобные, и место такое хорошее. И если гаражи снесут, все застроят, переезжать просто будет некуда. От имени собственников гаражей на публичных слушаниях выступили председатели этих кооперативов. Нашелся ответ и на их недовольство. Они были предоставлены в свое время, как временные объекты, над которыми должна была проходить диспланада. И якобы потом это все закроется. Но жизнь показала, что как бы нет ничего более постоянного, чем временное. Вот так они примерно и выжили. А потом расстроились еще самовольно практически. И сегодня они все узаконены. Ольга Никитина подчеркнула, что любой спор будет решен в рамках закона. И просто так гаражи сносить не будут. Что касается самого представленного на слушаниях проекта застройки центра города, то он будет еще раз пересмотрен с учетом новых замечаний. Артем Смолькин, Дмитрий Кравченко, Эльнар Мустафин. РЕН-ТВ. Набережные Челны.